То есть месяц и два дня автомобиль уже стоит на стоянке, выпущенный. Японец всю жизнь ездил, вытирал об нее руки и оставил в наследство. Кстати, ни разу в японских такого не встречал. Из универсалов в эти деньги сейчас практически ничего и не привезти. Если посмотреть по функционалу, по всем опциям, ну автомобиль крутой, классный. Друзья, всем привет! Вы на канале Japan Life, с вами Алексей. И сегодня у нас свежий привоз автомобилей. В этом ролике мы подробно вам расскажем, что за автомобили. Это будут японские, это будут корейские автомобили. Кстати, кто не в курсе, мы также возим и корейские автомобили. Именно если вас интересует левый руль, то рынок открыт. Поэтому не будем затягивать, начинаем! А этот автомобиль отлично подойдет для людей, кто любит погонять. Это Honda Civic в кузове хэтчбэк. По параметрам здесь полтора литровый двигатель на 182 лошадиных силы, передний привод и данный автомобиль идет на механике. Оценка 4,5 баллов, пробег 52 тысячи. Отправится клиенту в Ямало-Ненецкий автономный округ и бюджет составил 1 миллион 350 тысяч рублей. По фишкам данного автомобиля, здесь у нас идет диодная оптика, есть датчик света, датчик дождя. Если заглянуть внутрь автомобиля, то здесь просторный багажник. Сбоку у нас полочка, здесь у нас домкрат. В багажнике у нас запаски нет, но есть ремкомплект. И обратите внимание, какая удобная шторка. Агрессивный внешний вид и раздвоенная выхлопная система дают этому автомобилю наиболее спортивный вид. По заднему ряду тут особо рассказывать нечего. В принципе, места вполне достаточно, чтобы сесть там высокому человеку. У нас есть подлокотник с двумя подстаканниками. У нас есть регулятор потока воздуха. Также, 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 также хочется отметить, что тут стоят дополнительные колонки. Обычно мы привыкли, что они стоят только в нижней части двери. Здесь у нас еще и возле ручки находится. И еще момент, если посмотреть на багажник. Вот мы видели с вами полочку, которая перекрывает. Но там есть еще одна полка, поэтому багажник сейчас не видно вообще. Также, продолжаем по опциям. Что мы по салону имеем? Это черный салон, черный потолок, полный кожаный мультируль. У нас есть круиз-контроль. Также у нас полный пакет Honda Sensing. То есть, это антизанос, предотвращение столкновения и контроль выезда автомобиля из полосы. Затем, подогревы передних сидений. Подогревы зеркал заднего вида. У нас есть старт-стоп система. У нас есть электронный стояночный тормоз. Ну и, конечно же, шестиступенчатая коробка передач. Как уже сказал, данный автомобиль обошелся в 1 миллион 350 тысяч рублей. Этот автомобиль был куплен еще по старым курсам. Если на данный момент его рассматривать, ориентируйтесь уже на автомобиль с такими параметрами. Это в 1,5 миллиона. А следующий автомобиль, это самый популярный компактный кроссовер Honda Vezel в кузове RU3. А это значит, что объем двигателя 1,5 литра. Это у нас передний привод. Работает на роботе. И гибрид. Пробег тут минимальный. Всего лишь 15 тысяч. Оценка 4,5 балла. И бюджет составил 1 миллион 520 тысяч рублей. И отправится данный автомобиль в город Тюмень. Комплектация у нас максимальная. Это комплектация Z. Оригинальное литье. Смотрите, такие вставочки под ручки дверей. Обычно машина приходит, даже когда у нее пробег минимальный. Там 5 тысяч. Все равно такое ощущение, как будто за ручку хватались прям ногтями. Вот абсолютно всех машинах. Тут будут царапины. Тут японец позаботился. Наклеил такие вкладочки. Но если помыть, надеюсь, они как-то спасли то пространство за ручками. Также такие накладки под карбон на каждой двери. То есть на задних дверях. Так, дальше посмотреть, если багажник. Это коврик багажника. Хочу отметить, что данные коврики иногда просто не доходят до Владивостока. Потому что некоторые перевозчики считают, что это вложение. А вложение необходимо там отдельно подавать, декларировать. Поэтому, если оно нигде не указано, их могут оставить на корабле. Поэтому, когда покупаем автомобиль, то не надо там рассчитывать, что вот если коврик лежит, он может дойти. Нет, не всегда бывает. То есть в некоторых случаях он просто не дойдет. Первым делом бросилось в глаза, это вот такие вот наклеечки, которые стоят на дверных картах, на порожках и на педалях. Не знаю, установил, наклеил, вернее, японец там сразу, как только купил данный автомобиль, либо подготовил перед продажей. Но, скорее всего, тут будет первый вариант, потому что наклеен только со стороны водителя. И еще момент, когда открыл дверь, удивился, думаю, никогда не видел таких визелей с таким салоном. А оказывается, это чехлы. То есть тут у нас комбинированный салон, то есть идет кожа, ткань. Но японец также позаботился, одел чехлы. То есть если их поднять, то там состояние, как будто никто абсолютно никогда не сидел. Ну и основные фишки данного автомобиля, данная комплектация. Здесь у нас есть подогревы, полный мультируль, круиз-контроль, вся система Honda Sensing, широкий монитор Gazers, кнопка запуска двигателя и электронный стояночный тормоз. Также неизвестно почему, сняли регистратор, либо это сняли в Японии, либо сам японец закинул, закинул в бардачок. Хотя крепление и наклеечка, вернее клей остался. И еще пару слов про этот автомобиль. Авто подойдет абсолютно всем. Можно подобрать любые модели. Не нравится вам гибрид, можно подобрать обычный бензиновый двигатель. Не нравится там передний привод. Можно подобрать автомобиль на полном приводе, на обычном салоне. Поэтому, если вас интересует, то обязательно пишите нам в комментариях, либо звоните на горячую линию. Друзья, если вас интересует минивэн, но вам не нравятся, к примеру, габариты таких автомобилей, как Toyota Voxy, либо Esquire, либо Alphard, вот хотите что-то компактное, городское, поменьше. И, естественно, по бюджетнее советую рассмотреть это Toyota Siento. Либо, если Honda, то Honda Freed, естественно. Итак, это у нас 2019 год. Рестайл. Объем двигателя 1,5 литра на 109 лошадиных сил. Работает на вариаторе. Передний привод. Пробег у автомобиля 59 тысяч, оценка 4,5 баллов. И обошелся он в бюджет 1 миллион 300 тысяч рублей. Отправится в город Екатеринбург. Друзья, я хочу отметить, что сроки доставки автомобиля с Японии, они уменьшаются. То есть перевозчики уже справляются с тем объемом, который у них был. К примеру, этот автомобиль был куплен ровно месяц назад. То есть 20 января текущего года он был куплен. И уже здесь сегодня 22 февраля, то есть месяц и два дня, автомобиль уже стоит на стоянке, выпущенный. Единственный момент не уточнил, есть ли у него ПТС, либо он ее еще ждет, либо автомобиль уже готовится к отправке в транспортную компанию. Основные фишки данного автомобиля являются, 7 посадочных мест, то есть 3 ряда сидений. По комплектации здесь у нас есть 2 двери электрослайдовые с доводчиками, у нас есть кнопка запуска двигателя и, по сути, из основных плюшек все. Самый бюджетный автомобиль из сегодняшнего обзора – это Honda Freed в кузове GB4. А это значит 1,5 литра двигатель, полный привод, вариатор. Здесь пробег 91 тысяча, оценка 3,5 баллов и бюджет составил 770 тысяч рублей и отправиться на Камчатку. В салон данного автомобиля заглядывать мы не будем. Вы можете подробно посмотреть в предыдущих обзорах, что я себе представляю, такие фриды. Особенность составляет в том, что этот фрид был куплен летом 2022 года, привезен в Россию также в прошлом году и уже стоит несколько месяцев на стоянке, ждет своего хозяина. Поэтому, если вы уже приняли решение купить автомобиль, но планируете купить его ближе к отпуску на лето, вы можете уже приступить к покупке именно сейчас. Даже если автомобиль быстро купится, предположим, за несколько дней будет быстрая доставка, всего лишь пару недель, автомобиль мы можем всегда поставить здесь, на стоянку, и он будет ждать, не важно, 3, 4, полгода. Стоимость составит первый месяц бесплатно, а затем 100 рублей в сутки. То есть за месяц 3 тысячи вы будете отдавать, и, собственно, машина будет ждать вас. Друзья, насчет фрида чуть-чуть поторопился, он оказался не самым у нас бюджетным на сегодня. Вот самый бюджетный автомобиль, это Honda Fit Shuttle 2011 года, первого поколения. Объем двигателя 1,3 литра, и это делает его с практически самым бюджетным автомобилем своего класса. То есть бюджет состоял из 720 тысяч рублей, и из универсалов в эти деньги сейчас практически ничего и не привезти. А так, по характеристикам, объем 1,3 литра, гибрид, передний привод, вариатор. Пробег 122 тысячи, оценка 3,5 балла. По минусам, плюсам данного автомобиля. Здесь комбинированный белый салон, напомню, пробег 122 тысячи, салон уже испачкан. Также по состоянию автомобиля все грязное, необходимо тут делать, ну, как минимум, химчистку, чтобы привести там хороший внешний вид. А по фишкам данного автомобиля, здесь хочется отметить круиз-контроль и подогревы ушей. В остальном, в принципе, все базовое. И смотрите, какое сидение досталось от японца. Вот такое ощущение, как будто японец всю жизнь ездил, вытирал об нее руки и оставил в наследство. Итак, плавненько переходим уже к корейским автомобилям. Напомню, если вас интересует автомобиль на левом руле, то это будет только Корея. Если автомобиль на правом руле, это будет Япония. То есть, если вы хотите автомобиль с левым рулем именно из Японии, к сожалению, такие варианты попадаются, но это крайне-крайне редко. То есть, этот вариант можно искать, к примеру, год сидеть на аукционах, мониторить, и он так и не появится там. Поэтому, представляю вам, автомобиль на левом руле, это Санг Йонг Каранда. Год выпуска 2020, январь месяц, автомобиль привезли уже проходным. Мотор двигателя 1.6, турбодизель, полный привод на 136 лошадиных сил. Это у нас январь 2020 года, автомобиль привезли и растаможили уже как проходной, то есть, по низкой таможенной пошлине, и по параметрам. Объем двигателя 1.6 на 136 лошадиных сил, турбодизель, полный привод. Отправиться в город Екатеринбург, и бюджет составил 1 миллион 750 тысяч рублей. А сейчас подробно по комплектации. По фишкам, здесь у нас диодная оптика, у нас есть датчики мертвых зон в ушах, и есть задние парктроники. Также у нас высокий клиренс 20 сантиметров. И этот автомобиль по размерам можно сравнить с рафчиком. Посмотрите, большой багажник, задний ряд, если сложить, трансформируется в ровный пол. Затем по салону, по второму ряду. Здесь у нас кожаный салон. В принципе, довольно много места для задних пассажиров. Есть подлокотник с подстаканниками. Есть такая корейская розетка на 220 вольт. То есть, можно ноутбук подключить, телефон. Кстати, ни разу в японских такого не встречал, именно на 220. И для пассажиров задних, в принципе, все. Главное место, комфорт, удобно. Такие коврики довольно плотные, которые будут собирать мусор. Еще не обратил внимания, есть подогревы задних сидений, которые, кнопка включения-выключения, именно устанавливается в картах, в дверных картах. Чуть-чуть непривычно сидеть на левом руле, именно с левой стороны автомобиля. Но все же, давайте по опциям пробежимся. Здесь у нас есть датчики, такие как контроль полосы, как уже сказал, датчики мертвых зон. То есть, идет предупреждение у нас при перестроении. Задняя дверь открывается с кнопки. Есть подогревы, а также обдувы передних сидений. Есть несколько режимов для езды, переключения. Электронный стояночный тормоз, полный мультируль. Если резюмировать, то автомобиль, в принципе, как мне кажется, стоит своих денег. Неизвестно, как он в эксплуатации, то есть, сколько на него стоят запчасти, сколько на него там стоит, стоит его обслужить. Смотреть этого, к сожалению, я не знаю. Но в целом, если посмотреть по функционалу, по всем опциям, ну, автомобиль крутой, классный. Следующий автомобиль, думаю, многим уже знаком, это Hyundai Santa Fe. Также 20-й год, январь. То есть, завезен был по низкой таможне, по выгодной. Попадает в срок от 3 до 5 лет. И по параметрам, это у нас 2,2 дизель, передний привод, 202 лошадиных силы. Комплектация у данного автомобиля престиж. Состояние в Корее по бальной системе не оценивается. Там делается подробный фотоотчет и также видеоотчет. Поэтому состояние тут на пятерку с плюсом. Пробег у автомобиля 27 тысяч. Отправится в город Сочи. Поэтому, Сочи, вам огромный привет. Скоро ждите на ваших улицах данный автомобиль. Этот автомобиль был куплен 16 января. Месяц небольшим, и он уже в Владивостоке. Если бы точнее, месяц и неделя. И бюджет составил 2 миллиона 600 тысяч рублей. А сейчас кратко расскажу, что в данном автомобиле мы имеем. Это полный электропакет салона с памятью сидений. Затем у нас есть подогревы, обдувы. Это передних сидений. Есть подогрев рулевого колеса. У нас есть проекция на лобовое стекло. То есть мы видим скорость. Здесь крутая аудиосистема Creel. Затем по безопасности парктроники по кругу. Есть датчики мертвых зон в ушах. Естественно, полный мультируль. А также есть передний, задний видеорегистратор. В принципе, в Корее это довольно распространенная тема, где вот именно два регистратора. Ну и естественно, есть помощники в управлении, которые, собственно, идут уже стандартом на такие автомобили. Друзья, я хочу отметить, что помимо автомобилей мы занимаемся также привозом мотоциклов с Японии. Поэтому в пятницу выйдет ролик про мотоциклы, где расскажет наш специалист вам, как вообще все протекает и какие модели мы привезли. Поэтому подписывайтесь на канал. Обязательно поставьте лайк. С вами был Алексей, компания Japan Life. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok